ну ребята вот посмотрите кто нарисован но дама бежит к парню этот прыгает она ну куда же ты ну зачем по шопингу шопы честно говоря такой себе скала и прям на скале дома прям вот на обрыве построена не знаю было бы вам страшно вот так вот жить гранаты висят видеть на этом дереве гранатовое дерево прикольно всякие разные заборы там тоже много где такие всякие стрит-арты вызвали яндекс такси я привязал зарубежную карту карту казахского банка все у меня сработало и здесь вид на весь город красота грузия где находится южный кавказ на стыке восточной европы и западной азии одновременно на восточном побережье черного моря и на южных склонах кавказских гор грузия граничит с россией азербайджаном армении и турции с россией у грузии самая протяженная граница почти 900 километров тбилиси самый крупный грузинский город здесь проживает 1 миллион двести тысяч человек а это почти треть всего населения грузии мы оставались в отеле тифлис и интересно что именно так раньше называли тбилиси многих желающих приехать в тбилиси интересует а как вообще сейчас обстоят дела с туризмом грузии прекрасно вот вам некоторая статистика за первое полугодие 2024 грузию посетила 2 миллиона туристов половина из них приходится на туристов из россии и турции и мы с вами понимаем что туристы из турции также могут быть гражданами рф ежедневно между россией и грузией осуществляется около 40 рейсов около 10 приходится на москву самом тбилиси очень много объявлений о поездках во владикавказ на машине и кстати отсюда тоже можно уехать в владикавказ тоже машины стоят с объявлениями владикавказ ближайший крупный город россии до которого 200 километров от тбилиси основная часть маршрута проходит через живописный военно-грузинский тракт пересекающий кавказские горы откуда появилось название столицы грузии само поселение тбилиси было известно еще в четвертом столетии слово тбили означает теплый название связано с теплыми серными источниками которые были на этой территории в историческом центре города при раскопках обнаружили термальные бани 1 2 веков их бассейны были выложены мозаикой а еще здесь была развитая по тем меркам система керамических труб меня зовут егор еремеев вы на моем одноименном канале где путешествую по городам и странам погружаясь в местную жизнь культуру и историю знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город и как вы уже могли догадаться сегодня мы отправимся в путешествие по тбилиси палац тбилиси замок тбилиси комната принципе на нас двоих здесь все достаточно неплохо у меня размещается кофе у нас кофе растворимый весь но это наверное такой один из минусов барчик барчик есть но пивка в нем нет поэтому выходной выходной у нас задался между прочим а знаете почему потому что вчера мы приехали и выбирали мы отель по какому принципу он самом центре это первое мы поднимемся наверх там обалденная терраса вечером по роста с бокальчиком посидеть обалденно и еще здесь тоже террасы мне кажется терраса по размеру такая же как и номер что тоже очень круто посмотрите какая красота там сразу же парк дальше церковь здесь замок а вот там написано тифлис и там терраса это само здание вообще прикольно прикольно стильненько немножко да вот портит картину но я надеюсь что скоро закончат и вот сразу выходит и сразу видите здесь парк такой зелененький лавочки аккуратненько раз уж мы начали про название с названием страны грузия тоже выходит интересно на русском она звучит как грузия на грузинском сакартвелла на армянском в ростан а на английском джорджа почему так собственно грузинская сакартвелла буквально значит страна картвелла карт ли это одна из основных историко-географических областей грузии что касается английского и русского названий то считается что это видоизмененная гурджан или гурза которые пришли из арабо-персидских языков персидская гуджистан можно перевести как страна волков в армянском такое название было дано так как в ростан это буквально верхняя страна гранату гранату на деревне может сразу вот тут точно будет натуральный натуральный сок гранатовый когда во дворе гранат растет раз улочка такая здесь улочка и вот дом такой конечно очень прикольные такие дома то мы идем от нашего отеля по улочке здесь просто один на одном ресторанчики вот всякие сувенирчики соки разные фрешики террасы уличной кафушке а кофе делается хорошо первый лайфхак по деньгам по обменникам мы поменяли 100 долларов в аэропорту и вот здесь в центре прям здесь обменники на каждом шагу мы проходили уже обменников я не знаю сколько 56 штук было везде курс приблизительно одинаковый 100 долларов в аэропорту за 100 долларов нам дали 200 260 260 лари приехали по яндексу мы кстати сразу вызвали яндекс такси я привязал зарубежную карту карту казахского банка все у меня сработало сразу же в приложении показалось вписание яндекс такси использовал яндекс гоу как стояла ничего и не перепривязывал никаких не телефонов ничего сюда мы доехали 27 26 26 лари то есть на рубли получилось около восьми восьминсот рублей обратите внимание на грузинскую письменность в меню в отеле надписи на зданиях да все вокруг грузинская письменность одна из самых древних и уникальных письменных систем в мире в отличие от других письменностей которые часто заимствуют элементы из соседних культур грузинская азбука была создана как оригинальная система письма и существует в неизменном виде уже более полутора тысяч лет грузинская письменность состоит из трех различных алфавитов асам таврули нусхури и мхедрули все они используются для одного и того же языка но для разных целей асам таврули самый древний алфавит использовался в основном для церковных и официальных текстов нусхури появился позже был преимущественно церковным шрифтом отличался от асам таврули меньшей декоративностью и удобством написания хедрули современный алфавит который используется с 11 века и до сих пор он стал наиболее популярным из-за своей простоты и удобства настоящее время но с хури и асам таврули используется вместе в церковных текстах где но с хури применяется для основного текста асам таврули для заголовков и выделений это одна из немногих традиций когда в одном и том же документе используются два разных алфавита мхедрули буквы пишутся без заглавных и строчных форм все символы равны по размеру и форме это уникальная графическая система не имеет аналогов в мире современном грузинском алфавите 33 буквы каждая из которых соответствует одному звуку грузинского языка грузинская письменность одна из немногих в мире которая была создана для одного конкретного языка и не имеет заимствований из других систем письма легенда гласит что азбуку изобрел царь фарна вас 1 в третьем веке до нашей эры но наука считает что письменность появилась значительно позже точное происхождение грузинской письменности не установлено но было выявлено структурное соотношение с греческим алфавитом при этом подобно римским цифрам в древней грузии каждая буква алфавита асам таврули имела свое числовое значение в 2016 году грузинский алфавит был включен в список нематериального культурного наследия юнеско мне вот страдалец сидит сразу страдали и это сначала покусали комары какие-то дикие на завтра мы уже не можем идти потому что у нас каблуки вот мероприятие с каблуками потом сейчас жарко слишком кстати по температуре я вам сейчас скажу здесь три маршрута на даблдекере три маршрута красный синий и зеленый красный это двухэтажный автобус другие одноэтажные мы взяли на 1 на сутки 24 часа можно кататься ходят они с 10 до 10 эти автобусы мы взяли на 1 80 лари в рублях это две с половиной тысячи на человек детский я честно говоря не знаю вот если берешь там на 48 то скидки на 48 часов я еще вам покажу ресторан где мы сидели как раз то о чем я рассказывал ресторан где мы кушали где можно паэлью покушать грузинскую какую-то кухню покушать значит ресторану дают плюс где купить вино и плюс где обменники вот вот это это ресторан где мы сидели сверху у вас получается испанский ресторан а ниже сразу же первый этаж это вот как раз таки вино вайн бар здесь вот это вот все раз два три это все хинкаль и грузинская кухня кстати очень нормальные цены и посмотрите на эту архитектуру вот эти здания конечно очень очень такой колоритный город очень колоритный центр мне прям очень нравится и и и и и и и здрасте это ваша ну куда же мы без легенд самое известное о появлении тбилиси изначально это была территория полностью покрытая лесами позже я покажу вам ботанический сад тбилиси который может перенести вас в то время вот именно здесь охотился вахтанг горгасале царь ибери он подстрелил фазана тут упал в источник и буквально сварился там такая трагичная история для птиц обернулась названием города в котором и по сей день функционирует бани в самом центре как раз где мы и остаемся номер 5 баня номер 5 5 серная баня тик 1925 26 это исторический район называется он об она тубани бани здесь серные не пугайтесь они уже много веков помогают путникам и туристам расслабиться не говоря уже бесчисленных преимуществах для здоровья некоторым из вас может быть знакомо название иберия по испании там есть еще и одноименная авиакомпания так вот и испанская иберия и грузинская это древние наименования этих стран но тут есть некоторая историческая путаница иберия в западной европе традиционно ассоциируется с иберийским полуостровом на котором находятся современной испании португалия иберия на кавказе древняя иберия она же карт ли было грузинским царством существовавшим в восточной части современной грузии это царство играла важную роль в истории кавказа и часто упоминалось в греческих и римских источниках название иберия для этой области скорее всего было заимствовано греками которые дали одинаковое название двум разным регионам находящимся на периферии их мира такая улочка с барами пабами арестиками вот папчики кстати увидели только что прошел узенькая улочка как раз начинается оттуда где где я кушал мороженку и где мы садились на автобус на даблдекер вот смотрите здесь такой паренек с видео видеокамера и фотоаппаратом короче все есть вот замочки а вот один тут прыгает в воду не знаю прыгали ли с этого моста но могу предположить что да высота относительно небольшая ну и как бы дома естественно дома бежит к парню этот прыгает она ну куда же ты ну зачем а он как бы но тот фотографирует короче вот такая инсталляция это в моей интерпретации когда гуляешь по тбилиси невозможно не заметить обилие балконов балконы это визитная карточка города преимущественно их начали строить с конца 19 века но зачем грузинам так много балконов есть куда выйти подышать ты как бы и на улице и как бы дома а еще это своеобразный кондиционер настраиваемые балконы отгораживали жилые помещения от солнца а в тбилиси летом достаточно жарко ну и к тому же балконы это увеличение площади дом твой как бы и не увеличился но как бы и увеличился балконов каких здесь только нет с огромным количеством архитектурных элементов стилей узоров персидские турецкие татарские западноевропейские в общем если у вас есть балкон и вы что-то хотите в нем поменять приезжайте в грузию здесь вы найдете для себя балконное вдохновение или вдохновение на балконе очень прикольные балкончики такие балкончики чё это как чаша вина да наверно а внизу вот смотри да по-моему внизу это такие кувшины или что это исторически многие города формировались на каких-то торговых путях добились и не исключения он занимал уникальное место в истории шелкового пути связывал восток и запад находился на стратегическом перекрестке что сделало его естественным торговым узлом через который проходили караваны с товарами из китая персии индии в сторону римской империи и обратно период расцвета римской империи у грузии как я уже сказал известны тогда как и берия были торговые дипломатические связи с римом римляне проявляли интерес к товарам с востока шелку специям драгоценностям они в свою очередь доставлялись через кавказ тбилиси будучи крупным торговым центром на этом пути получал выгоду от торговли потому что в нем тогда останавливались караваны и это способствовало экономическому росту конечно в тбилиси были и рынке шелк и фарфор из китая специи из индии драгоценные камни и парфюмерию из персии изделия из стекла и металла это уже из провинции римской империи привозилась сюда главный шоппинг-молл галерея наверно самый большой здесь шоппинг-молл который есть тут по крайней мере то что мне сказали тут же магазина типа зары nike дедас пума lacoste ну короче основные такие чем дм весь такой масс-маркет все все это здесь есть что-то и по брендам бербарио допустим там я видел вот в эту сторону outlet тоже есть вот прям рядом начинается то есть вы не пропустите mario вот у вас пожалуйста отель и по шоппингу шоппинг честно говоря такой себе слабенький я зашел в спортивные магазины я бегаю вот у меня new balance и new balance опять здесь не нашел и по найку по адидасу выбор тоже достаточно слабенький и представлены коллекции по спортивным магазинам очень ограничены небольшие магазины то есть не там не как nike town в лондоне или как там найковские магазины в том же дубай ссори что я сравниваю с дубаем ребята адидас тоже не одних кроссовок с карбоновыми вставками не были представлены и карбоновые вставки да сейчас наверное это вписывается эта фраза вообще в сегодняшний выпуск да вот ну как бы просто вам слову чтобы вы имели в виду если вдруг собираетесь здесь потратить миллионы денег да то есть майн конечно можно купить все что угодно если желание есть вот но выбор ограничен зара то же самое тоже очень небольшая очень небольшая нельзя сравнивать там с европейскими зарами там сары в мадриде там или ну короче вы поняли вот забыл показать вам деньги грузинские полтинничек выглядит у нас вот так дальше двадцатка вот такая двадцатка пятерочка вот она пятерочка вот такая пятерочка какие еще пути были важными для становления города для этого давайте посмотрим на город сверху конечно же водные в тбилиси протекает река кура одна из самых значимых рек кавказского региона крупнейшая река за кавказье ее длина составляет около полутора тысяч километров на грузинском река называется ткваре что значит хорошая вода на латыни и в древнегреческих источниках река известна как кирос в честь древнего персидского царя кира великого это название сохранилось в исторических документах и карте птоломея река протекает через три государства турцию грузию азербайджан своей верхней части до города тбилиси кура течет в основном среди котловины ущелье самая известная из которых боржомская да именно тут находится город боржоми который каждый из вас знает благодаря знаменитой одноименной минералки это вода номер один по экспорту в стране а вообще дорогие бизнесмены коммерческое производство воды боржоми началось аж в конце 19 века а водичка производится уже 134 года интересно что контрольный пакет акций боржоми принадлежал альфа-групп фридмана но потом из-за санкций часть акций была продана правительству грузии но это уже другая история здесь посмотрите скала я прям на скале дома прям вот на обрыве построены не знаю было вам страшно вот так вот жить живете вы вышли на балкон а у вас прям ниже обрыв вот такой да это конечно надо смельчаком быть вот так строить и вот это вот весь этот скалистый берег все вот так застроена вот этими домами видите река изгибается и все 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 дома они наверно знают что делают в саду здесь гранаты висят видеть на этом дереве гранатовое дерево вот пожалуйста вот они вот ведь маленький гранатик такой а а а а а а а и а а в этой части про грузию давайте поговорим откуда взялся вообще тамада фразе поздно пить боржоми застольях и некоторых грузинских обычаях но конечно о хинкальках и что они вообще символизируют стильный модный молодежный который вчера проезжали вот рядом с меминошкой вот название вот этот еще очень классный параграф врагов luxury collection и двор все очень так стильненько самом центре бань получается минут 7 наверное пешком вот сразу же здесь рядом стоят тачки которые туры делают по грузии и так друзья поздно пить боржоми это слышали вы все минеральную воду скорее всего тоже пили а еще может и удивлялись еще боржоми такая дорогая по 100 когда наш нарзан 35 с владельцами боржоми там вообще хитро большая часть акций принадлежала альфа группу тому которая альфа банк потом санкции и продали контрольный пакет акций правительству грузии ну да ладно божомские минеральные источники они были открыты более двух веков назад в 1810 году во время русско-турецкой войны еще по одной информации эти целебные воды были известны задолго до открытия их солдатами то есть их открыли до открытия официального в начале 20 века в ущелье боржоми были обнаружены семь каменных ван датируются они началом первого тысячелетия нашей эры вообще можете себе представить этот древний спа комплекс боржоми сам город боржоми очень небольшой население около десяти тысяч фраза поздно пить боржоми она фигурирует в шестидесятых годах 19 века статистических произведениях козьмы пруткова но там звучало на немного по-другому со временем фраза изменилась и получила современные вариации фильме 12 стульев 1971 года можно услышать ее близкий к сегодняшнему вариант поздно пить боржоми если печень отвалилась боржоми еще появлялась в солярисе сцене когда проходила конференция по соляристике упоминалось в служебном романе и мимино сколько ехать от тбилиси до боржоми сто пятьдесят восемь километров ехать около двух часов ходят маршрутки автобусы организуются туры можно снять машину можно хоть на такси яндекс вызываем и едем в городе можно посмотреть на сохранившиеся руины средневековых крепостей гогия петра сали интересно происхождение название боржоми мне понравилась следующая версия броми состоит из двух слов борж и оми борж происходит от персидского слова бурж крепкая стена или башня вспомните например в дубае бурж аль араб башня арабов а ами это битва боржоми небольшой город но так как он является курортом здесь достаточное количество отелей в описании я поставлю ссылочку на сайт которым я пользуюсь для бронирования практически везде пожалуйста пользуйтесь выбирайте что приезжает лечить в боржоми диабет заболевания дыхательных путей опорно-двигательного аппарата говорят что даже с кариесом может помочь справиться представляете синдромом хронической усталости начали приезжать вот это уже современники наш свое время романовы приезжали сюда оздоровиться тут сохранился их дворец или скорее вилла который строил архитектор леонтий бенуа романов николай михайлович семьей внук императора николая первого проводил здесь отпуска а еще сталин оставался и работал здесь есть его кабинет когда началась революция романовский дворец он же ликанский дворец стал служить летним убежищем для партийной верхушки лежат собаки причем они здоровые не маленькие и можно испугаться привет вчера мы гуляли некоторые там между собой воевали вот но в целом целом они очень дружелюбные еще одна кофейник всякий а gloria джинс все понятно приехали в шаттон украине а теперь к столу вы когда-нибудь бывали на грузинских застольях приглашенные гости должны приходить на застолье вовремя за опоздание можно получить штраф в виде бокала вина то и двух и скорее всего надо будет выпить все залпом из специального бокала а кто будет заставлять вас это делать его величество тамада слово грузинское которое тоже произошло скорее всего от персидского в переводе на наш значит типа глава тусовки тамада изначально это не ведущий тут шок должен быть как сейчас у нас принято а скорее максимально раскрепощенный и открытый человек который выступает как часть большой семьи виновника торжества ведущий же в отличие от тамады это профессионал вести мероприятие род деятельности у него такой термин а лаверды также связан с тамадой один гость передает право произнести тост другому диалог тостов получается тамада использует а лаверды называя имя следующего говорящего чтобы предупредить его о необходимости произнести тост развивая тему заданную ведущим слово происходит от аллах то есть бог и верды то есть дал бог дал получается хачапурики очень древнее блюдо с тысячелетней историей хачапури с одинарным сыром хачапури с десятью видами сыра или ты хочешь одни хачапури кушать ты хочешь хачапури на завтрак на обед ужин хачапури заказать с собой хачапури вечеринку хачапури с друзьями организовать ты тоже хочешь изначально блюдо было связано с пастушеской культурой и практикой приготовления хлеба с сыром в горных регионах хачапури существует в разных вариациях по всей грузии аджарский хачапури имеет форму лодочки с яйцом и сливочным маслом в центре и меритинский хачапури круглый пирог с начинкой из сыра внутри интересно что в грузии существует так называемый индекс хачапури аналогичный индексу big мака он показывает изменение стоимости приготовления хачапури в разных регионах страны и используется для оценки инфляции вот так вот другое небезызвестное и наверняка многими из вас любимое блюдо грузинской кухни это хинкали традиционная грузинская кухня хинкальки вот считается что идеальная хинкалина имеет от 18 до 20 складок находят слухи что есть хинкалины у которых целых 28 складок а связано это с солнцем которое по большому кругу небесной сферы проходит за 28 лет хвостик хинкали считается с солнцем а складки лучами ой как я завернул сейчас хинкали не едят вилками ножами и ложками их едят руками а вот хвостик есть не нужно за него как раз держаться хинкальки везде под венцом может быть хинкальки под перец хинкальки а вот с этой стороны наверное лучше будет нашу гостишку показать вот видите вот так вот она выглядит наш номер вот там вот это вот там я выходил и показывал вам сверху вниз теперь снизу вверх мы взяли отель в старом тбилиси это район историческое сердце столицы район включает кварталы абонатубани салалаки чугуретти и имитэхи ранее excuse me если я произношу неправильно но что есть то есть помимо узких улочек одним из самых узнаваемых местных элементов являются резные деревянные балконы гуляйте фотографируйте и попробуйте найти одинаковые балконы на разных зданиях с металлическими опорами с деревянными с геометрическими фигурами изображающие цветы животных полукруглые прямоугольные выходящие на улицу во двор узкий длинный вы кстати можете обратить внимание и на тбилисские парадные именно парадные подъездами их у меня язык не повернется назвать возьмем например дом калантарова заходя внутрь попадаешь как будто в театр здесь сохранились и плафон и кружевная лепнина и перила из мрамора и даже камин еще одна известная парадная так называемый калейдоскоп она находится на улице битлэми в здании с витражной лестницей само здание образец архитектуры 19 века является историческим памятником а старинным цветным стеклам уже более ста лет а для того чтобы фоткаться в красивых белийских парадных и на фоне балконов и сразу же постить все это в запрещенной соцсети хотя нет мы же в грузии здесь нет ничего запрещенного вам понадобится местная сим-карта здесь всего три мобильных оператора макте силкнет и уже известный многим билайн сами симки тоже платные оплачиваются отдельно тарифа макте стоит 10 лари силкнет и билайн 5 лари если вам нужен интернет и побольше то выгоднее всего взять макте так как там есть безлимит стоить будет 32 лари чуть больше тысячи рублей в то время как пакет на 20 гигов обойдется всего на 2 лари меньше к тому же этот оператор охватывает почти 100 процентов страны поэтому вы сможете постить селфики даже из гор старом тбилиси где бы вы не находились вы всегда будете видеть крепость это нарекала крепостной комплекс разных эпох откуда открывается вид на город еще раз фуникулер что очень многие хотят прокатиться на фуникулёре я не исключение еще не катался на фуникулёре без видите крепость такая дальше сюда у нас вот он фуникулер в этот а вот метро кстати мы с тобой не катались на метро концу проходим и садимся друг напротив друга окей вот тут 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 ты 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 ой как красиво ой как красиво фантастика прям стоите в очереди минут 30 поднимаетесь на фуникулёре и здесь вид на весь город красота а фуникулер то тоже быстро правда едет наверно пару минут 2-3 минуты все понимаете стоит копейки мы даже не посчитали вот тут терраса еще какая-то видите можно кстати подняться по лестнице вот но когда жара за 30 градусов еще вы если вчера выпили вина пару бутылок то она не очень как-то поднимается здесь же рядом 20-метровый монумент мать грузии статуя женщины которая держит в одной руке меч а в другой чашу с вином крепость много раз захватывали византийцы монголы персы то крепость который мы видим сегодня приобрела свой вид в 1827 году после мощного землетрясения после него она полтора века стояла нетронутой сейчас нам идут реставрационные работы большинство существующих укреплений датируются 16 17 веками а вот церковь святого николая расположенная внутри крепостных стен датируется 12 веком правда в 1996 году она была отреставрирована дальше у нас по плану ботанический сад зашли в ботанический сад по 4 лари отдали на человека ну в принципе очень экономично памятник mother georgia мать грузия и лестница все кто гулял в ботаническом саду говорят что красиво классно идите мне кстати рекомендовал сразу посетить ботанический сад эльдар эльдар из нашей компании смапс который сейчас живет в бангкоке в таиланде раньше он жил в грузии здесь тбилиси вот он сказал егор двигать сюда и смотри мы кстати с эльдаром делали очень классный выпуск из таиланда про тайский бокс если вдруг вы любите боевые виды искусства вот то можете посмотреть этот выпуск очень крутой выпуск у нас работали над ним месяца три наверное мы вот считать что получилось очень очень классно мы занимаемся smart education зарубежным образованием вы с нами можете всегда выбрать учебное заведение за границей любое школу колледж лагерь университет все что хотите спортивные кемпы различные мы сами организуем в разных странах наши детские лагеря вот в этом году тоже делали турции в англии до сих пор делаем у нас несколько заездов с нашими групп лидерами с нашими вожатыми очень классных учебных заведениях согласно картам тифлиса старое название тбилиси 17 18 веков в разных частях нынешнего ботанического сада уже были разбиты три небольших сада никогда принадлежавших царям советское время тбилисский ботанический сад продолжал развиваться и превратился в крупный научно-исследовательский институт в советский период сад был значительно расширен и стал площадкой для изучения ботаники и экологии сейчас здесь более трех с половиной тысяч видов растений привезенных со всего мира вон водопад под нами прямо сейчас болен так вы хотелось бы искупаться конечно и вот я так понимаю что весь этот путь он туда прямо вниз идет к воде видите идет все это дорожка закручена до ботанический сад это конечно джунгли в городе когда же раза 30 здесь вы знаете здесь очень много зелени тени зелени да многое прям удивил наверное сейчас но реально как джунгли сделано специально здесь допустим вырыты такие траншеи и по ним идет вода то есть мало того что у вас река больше наверное даже большой ручей да вот мостики разные все в тени вот вы видите и здесь совсем другая атмосфера и здесь уже люди многие на лавочках сидят лежат отдыхают уже когда жарко конечно здесь прям очень классно погулять спокойно можно час-два походи здесь отдохнуть плюс стоят краники с водой то есть не выкидывайте свои бутылки а я так сделал я взял бутылку воды выпил ну и мусорку и выкинул а здесь везде краники можно набрать водичку что я считаю очень полезно боржоми сразу такой краник раз боржоми там карта ботанического сада посмотрите такой немаленький до 1845 года памятник мадер джорджио так вот этот все маршрут у нас и в этот пункт где что мы можем останавливаться где что есть а здесь как какое-то будущее попадаешь или в марвел на съемки марвел смотрите здесь тони старк живет грузинский тонис старкидзе вот так назовем его а 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 Кактусы, я не буду их трогать, вот растут, смотрите, ай, я тебя подругал, колючек, везде, вот смотрите, а вот Старкидзе, то не Старкидзе там у нас, здесь, наверное, должно быть озеро, но его нет, оно может пересохло, поднимаемся, чем-то здесь такие рельефы, мне напоминают, знаете, что, наверное, Тоскану, Тоскану, Флоренцию, вот эти вот места, смотрите, я уже поднялся оттуда, короче, был я где-то там, спустился вдоль ручья сюда, кто не поднялся, зашел, и вот сейчас здесь по холмам. Как в парке, так и на выходе из парка, то есть парк заканчивается, вот здесь такие здания, я, честно говоря, не знаю, что это, жилое, это музей, офисное помещение, понятия не имею, но очень такая классная архитектура, и здесь, и вот дом Тони Старка, о котором мы говорили, извините, Тони Старкидзе, вот, и вот это вот тоже, еще один такой пример архитектуры, очень современный, классный. Лично мне очень нравится сочетание вот этой всей архитектуры, то, что здесь есть у вас и вот эти крепости полуразрушенные, и храмы 12 века, вот, то есть старинные здания, дворцы, и при этом вот такая вот суперсовременная хай-тек архитектура, напоминающая какие-то фильмы Марвела, вот, какие-то их штаб-квартиры, вот, очень-очень прикольно. Поднялись мы на фуникулере, зашли, вот, как я вам сказал, в сад, погуляли пару часов в саду, вышли с другого входа, и он, скорее всего, парадный, и здесь, где мы вышли, здесь сразу же идет лестница, и можно пройти вдоль скалы, вниз туда, сразу в центр, в город, туда к ваннам, а если тоже незаметную такую лесенку вдоль скалы увидеть, то вот как раз рядом с мороженым, с мороженчиками, винными, которые винное мороженое продают, мороженое из вина, никто не хочет. Сразу же вот эта лестница, и она ведет вот такую тропу, тропа в гору, вдоль скалы и вдоль крепости, то есть вы можете пройти снаружи крепости, это все абсолютно бесплатно, вот, и можно как бы здесь вот прогуляться, смотрите, смотрите, какой здесь вид, и вот, у нас ниже город. Настя со мной не пошла, она сказала, иди в баню, и я, говорит, надоело мне с тобой по всем этим лестницам шататься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И дальше от ботанического сада, вот как раз мы, я продолжаю свой маршрут, и здесь вы не заблудитесь, это, в принципе, единственная дорога, называется она Botanical Street, ботаническая улица. Botanical Garden, видите, показывает. После прогулки по ботаническому саду вы можете спуститься от крепости Нарикала в район Абанатубани. О чем говорит вам название? Ну, что-то здесь точно должно быть связано с банями. Абанатубани, один из самых колоритных и исторически насыщенных районов Белиси. Здесь как раз находятся серные источники и исторические бани. Само название переводится очень просто. Район, бань. Когда придете сюда в баньку, имейте в виду, что люди здесь кайфуют с 4 века на минуточку. На протяжении своей истории тбилисские бани многократно разрушались и многократно реконструировались. Среди самых возрастных бань, которые функционируют, сейчас Ираклевская, 16 век. А еще Бебутовская, казенная и пестрая, 17 век. Сами бани это низкие приземистые строения. Внешне могут выглядеть как частично скрытые под землей. Снаружи видны лишь их полукруглые сфотчатые купола. На верхушке купола обычно размещена небольшая башенка с отверстиями, через которые в помещение проникает солнечный свет. Стены бань это кирпич, полы и ванны это местный пористый камень. В более престижных зонах и ванных комнатах используется мрамор. Среди всех бань выделяется знаменитая пестрая баня, известная еще как Арбелиановская или Голубая. Это отдельное строение со стрельчатым фасадом, отделанное яркой керамической плиткой. Его невозможно пропустить. Здесь в свое время побывали Дюма, Пушкин и даже Стинг. Если вы подойдете к зданию, то увидите табличку с фразой Пушкина. Одна из визитных карточек в Тбилиси храм Метехи. Есть одна легенда об этом храме, связанная с первой грузинской мученицей святой Шушаник. Дело было в V веке, в эпоху правления вахтанга Гаргасолит. У царя был один из военачальников и у него росла дочь по имени Шушаник. Когда она выросла, то стала супругой правителя южной части Грузии. Все было бы хорошо, если бы этот правитель не испытывал неприязнь к политике царя. В стремлении найти поддержку он отправился к персидскому шаху. Шах предложил свою помощь, но выдвинул два условия. Брак с его дочерью и переход от христианства к зороастризму, древняя религия иранских народов. Воскен с легкостью согласился, обещая также обратить в новую веру свою первую жену и детей. Но Шушаник отказалась подчиниться, уединилась в своей комнате и посвятила время молитвам. Выйти из затворничества ей удалось только после уговоров родителей. Воскен, радуясь, устроил пиршество, после которого попытался снова склонить жену к новой вере. Когда же она отказалась, он запер в комнате ее без воды и еды. Но Шушаник выжила благодаря христианским слугам, которые тайком приносили ей пищу и воду. Во время военных действий ее освободили, но вскоре власть снова перешла к персам. Вернувшийся муж вновь заточил ее в темнице, где она продолжала молиться. Сейчас муж и Шушаник покоятся у храма, а ее образ изображен на одной из стен. Считается, что искренне помолившись перед иконой, можно исполнить заветное желание. Традиционная грузинская архитектура предполагает, что здания должны гармонировать с природой. Поэтому храм построен так, что может показаться, будто он это продолжение скалы, которое видно с любых точек города. Подхожу к храму, как раз вот я с той стороны реки смотрел на него, фотографировал. Отсюда тоже, естественно, открывается охрененный вид. Солнце прямо над храмом сейчас висит, и может немножко качество съемки быть не то, что хотелось бы, но ничего. Здесь за храмом разбит такой садик, очень прикольный, очень красивый, свежой здесь, тенек. Многие отдыхают. Подняться здесь абсолютно не тяжело, тут подъем очень небольшой. Здесь вы можете просто отдохнуть, посидеть, расслабиться. Классно. Вот, посмотрите, прям зелени очень много. И мне вот этот вот храм, он мне очень сильно напоминает, знаете, что? Я снимал Шаанинский храм, с дрона там летал тоже. Посмотрите у меня ролик, если вы по России планируете путешествовать. Шаанинский храм. Вот я сейчас иду. Всегда такие лавочки, прям классно. И отсюда тоже у вас как смотровая. Вот сразу же река, вот. Здесь лодочки, вон там поющая лодочка. Следующая на очереди достопримечательность, которую вы с легкостью можете увидеть, отсюда со смотровой возле храма. Дворец царицы Дориджан. Его построили в 1776 году по приказу грузинской царицы Дориджан, супруги царя Ираклия II. Царица была известна своей активной ролью в политической жизни страны, и дворец служил ей как резиденция. После смерти царицы дворец продолжал использоваться царской семьей. В разное время он служил резиденцией для различных государственных деятелей и был местом важных политических событий. Место для дворца выбрано не случайно. Дворец создавался как неприступная крепость. Грузия в 18 веке была очень слаба и постоянно подвергалась набегам воинствующих соседей. Расположен дворец прямо на холме над рекой Кура, откуда открывается классный вид на город. Собственно, за этим обычно туристы и приходят. Здесь есть смотровая площадка в виде балкона с ажурными узорами. Само здание дворца это отличный пример грузинской архитектуры того времени с элементами восточного влияния. Дворец был построен из камня и кирпича. Его украшают множество арок, террас и балконов, которые создают эффект воздушности и легкости. Внутри дворец был богато украшен, хотя многие элементы декора не сохранились до наших дней. Фрески, украшающие фасады и интерьеры дворца, изображают живописные сцены исторических и мифологических событий. Дериджан родила Ираклию II 14 сыновей. Она старалась сделать все возможное, чтобы один из этих детей взошел на трон. Но в борьбе за престол одержал победу старший сын Ираклия от первого брака. Когда Ираклий II пал в битве, сражаясь за Грузию, престол перешел к Георгию XII. Новый царь приказал заточить царицу и ее детей в их же дворце, который превратился для Дериджан из крепости в тюрьму. Георгий правил всего два года. Его правление завершилось подписанием Георгиевского тракта, после чего грузинская монархия была упразднена. Грузия утратила свою независимость и вошла в состав Российской империи. Российские власти считали царицу Дериджан и ее сыновей потенциальной угрозой. Так как женщина была решительной, волевой, могла вдохновить народ на восстание. Поэтому было принято решение вывести ее из Грузии. Но вернемся к Ираклию II. В Тбилиси есть улица, названная его именем. На этой улице расположен современный мост мира. Круто, что, видишь, прямо отсюда с тротуара с набережной можно подняться на мост. И, видишь, как он идет? У него, как бы, крыша над дорогой. И дальше еще продолжение туда. И на улицу как раз вот с ресторанами, барами она идет параллельно вот этой набережной. На набережной я встретил уже несколько ребят, которые бегают. И у меня тоже желание теперь побегать очень большое. А вон шар, мы его вчера, кстати, видели, надувной шар. И мы его видели, он поднимается в небо. Ну, то есть, я так понимаю, что люди там летают. Но, правда, он не поднимался последние несколько. Я вообще, кстати, сегодня, по-моему, не видел, чтобы он поднимался. Я не знаю, сейчас достаточно ветря, там, может, из-за ветра. Понятия не имею, как там дела у шаров. Все, пойдем. Построили его в 2010 году, как пешеходный мост. Длина его 150 метров, ширина 5 метров. Пропустить мост с его необычным волнообразным дизайном невозможно. Особенно впечатляющим он становится ночью, когда зажигается светодиодное освещение. Подсветка состоит из тысяч лампочек. И она была создана французским дизайнером Филиппом Мартино. Очень много зелени, очень такой модный. Много всяких классных инсталляций. Посмотрите. Здесь дорожки такие. Прям стильно сделаны. Не какой-то там, знаете, старый там. То, что там, ну, пусты подстригаются, да. А здесь прям очень все по-модному. Мороженка вот даже, видите, стеклянная такая. Шар вот. Я, честно говоря, иду к шару. Нам очень интересно посмотреть. Там сразу же, а вон кэшер, видите, даже вот касса как сделана. Смотрите, деревянная, да, а модная сделана. А вот вон дальше как раз фуникулер. Прям. То есть вот переходите через мост. Здесь этот парк обалденный. Очень классный. Там, кстати, фонтанчики. Вот дальше стена с лестницей. Можно подняться и пойти уже поверху. Это, кстати, штука. Это знаете что? Это с той стороны это мороженое плюс вино. Вайн бар. То есть вы можете взять вино. Вон, кстати, кофейник, где мы сидели. Мне сказали, кстати, что шар не поднимался сегодня из-за ветра. То есть я был все-таки прав. Ну давайте вернемся в старый город. Мы тут еще не все посмотрели. Башня с часами, а точнее башня марионеток. Башня была построена в 2010 году знаменитым грузинским режиссером, сценаристом и художником. Резо Габриадзе. Она стала частью его театра марионеток, который был открыт в 1981 году. Габриадзе не только создал проект башни, но и сам принимал участие в ее строительстве. Тщательно подбирая каждый элемент, чтобы сделать сооружение не похожим на другие. Башня построена в эклектичном стиле с элементами средневековой грузинской архитектуры. Она выглядит как сооружение из сказки. Слегка наклоненная, с неровными кирпичными стенами, множеством деталей и украшений. Среди элементов башни вы можете увидеть византийские колонны, разнообразные камни, кирпичи, перекошенные циферблаты и часы 21 века. Все это отражает искаженное время. А на всем этим хаосом возвышается древо жизни. Подпирается башня чугунным перекрытием, которое взяли с какого-то разрушенного моста. Каждый час здесь происходит небольшое представление. Из окошка выходит ангел с молоточком и ударяет по колоколу. В 12.00 и в 19.00 вы можете стать зрителем целого марионеточного шоу «Цикл жизни». В этом спектакле куклы ежедневно проживают полную жизнь. От молодой влюбленности до старости. Помимо театра, здесь же неподалеку находится кафе под названием «Не горюй», принадлежащее Габриадзе. Габриадзе писал сценарий для культовых фильмов «Мимино», «Кинзадзе» и «Паспорт». Но не все в курсе, что Габриадзе также попробовал себя в роли архитектора, создав такую уникальную башню с часами. Далее мы направляемся на проспект Руставелли. К счастью, здесь все близко. Это уже место для тех, кто хотел бы чего-то более современного. Пошопиться, например. Хотя Тбилиси, я бы сказал, не самый очевидный город для шопинга. Здесь, если чем-то и закупаются, то в основном Черчхелой и Чачей. По шопингу. Шопинг, честно говоря, такой себе, слабенький. Зара тоже самая. Зара тоже очень небольшая. Очень небольшая. Нельзя сравнивать с европейскими Зарами, с Зарой в Мадриде. Короче, вы поняли. Мне кажется, она здесь в несколько раз меньше, чем какие-нибудь крупные европейские Зары. В Эмиратах, кстати, вообще абсолютно другая Зара. Вот я относительно недавно был. Вот здесь ничего не было того, что было в Эмиратах. Тем не менее, шопинг в этом городе разнообразный. А здесь есть и местные дизайнеры, которые создают одежду, которая не уступает по качеству и стилю итальянским брендам. При этом остается достаточно доступной по цене. На рынках можно найти традиционные грузинские сувениры, кинжалы, ковры, изготовленные из овечьей шерсти. Здесь можно найти серебряные украшения. Уникальную перегородчатую эмаль Минанкари, традиционную иранскую расписную эмаль. Минанкари иногда сравнивают с ювелирной нейрохирургией. Настолько это тщательная и скрупулезная работа мастеров. Процесс начинается с создания контуров будущего изделия на серебряной основе. После чего устанавливаются тончайшие металлические перегородки, формирующие крошечные ячейки. Эти ячейки затем заполняются разноцветной эмалью, соответствующей задуманному рисунку. После заливки изделия тщательно полируют и подвергают обжигу. Этот уникальный метод был изобретен в 12 веке. Затем на несколько столетий исчез, и только в 19 веке техника была вновь возвращена к жизни. Я думаю, вы согласитесь со мной, что Тбилиси – это город, где встречаются века и эпохи. Здесь каждый уголок хранит свою историю и культуру. Наши главные герои – Величественный Собор Святой Троицы и древний храм Метехий. А я сейчас пришел в кофейню, вот там вот Дейли Гринт. Дейли Гринт. И, кстати, вот на Токтаре – это пиво. Если вы думаете, какое пиво здесь пить, вот это отличное вообще грузинское пиво. Везде, в барах написано, что они на Токтаре. Друзья, вы знаете, гуляя между этими архитектурными шедеврами Тбилиси, по новым местам и старым колоритным улочкам с резными балконами вокруг храмов, по каменным дворикам находишь для себя идеальные места для съемки. Я на 100% могу сказать, что Тбилиси вдохновляет на путешествие. Собор Святой Троицы, Цминда Цамиба и храм Метехи – два важнейших исторических и религиозных памятника. При этом они представляют разные эпохи и стили архитектуры. Вы вполне можете посетить эти храмы в один день. Они расположены в центре, относительно недалеко друг от друга. Собор Святой Троицы, Молодой собор, ему 20 лет. При этом тут масштабно все. Это самый большой храм Грузии, 87 метров, массивный купол, высокие потолки, мраморные полы, современные фрески, витражи и резные иконы. Может вместить до 10 тысяч человек. Вокруг находится целый монастырский комплекс с колокольней, монашескими кельями и резиденцией патриарха. Собор – крупнейший религиозный центр Тбилиси и одно из самых посещаемых мест. Это он тоже у Паши на день рождения вчера погулял. Ой, на этом, на свадьбе. Он просит, просит это. Советую, прям на закате. Красота. Поточки здесь можно классные сделать. Что касается храма Метехи, он малыш по сравнению с Цминдо-Самеба. Расположен на высоком обрыве над рекой Кура. Он гораздо проще, при этом он элегантен. Это древняя традиционная грузинская архитектура, характерная для религиозного зодчества. Фокус на гармонии с природой и скромности форм. Вокруг храма несколько исторических построек и статуя царя Вахтанга Гаргасао, основателя Тбилиси. Этот храм настолько древний, что точная дата постройки неизвестна. Его основание приписывают XIII веку. В течение веков храм был многократно перестроен из-за разрушений от вторжений до природных катаклизмов. Метехи – важнейший символ древнего Тбилиси. Его исторический центр и, конечно, уникальное местоположение на скале с видом на реку Куру. От одного храма до другого я советую идти пешком. Здешние улицы – это уникальный микс старой и современной Грузии. Посмотрите, какая улица. Просто бомба. И вот здесь сфоткаться, какие-нибудь классные кадры сделать. Домики такие, видите, конечно же, с балкончиками, с этими, со всеми улочки, лесенки такие, кафушечки. Вот так вот во дворик раз, кто-то зашел. Вот, кстати, Botanical Garden, видите, показывает здесь. И вот сейчас мы спускаемся, и если мы сейчас спустимся, и мы упремся как раз в мост, через который можно перейти реку. Эти улицы – сердце старого Тбилиси, сохранившие архитектуру и традиции, сложившиеся в прошлые столетия. Старинные дома с деревянными балконами – самая узнаваемая черта старого Тбилиси. Улицы, мощенные камнем. Внутренние дворики, старинные лестницы, фонтаны, маленькие сады, развешанное белье, столики для чаепития, дети, играющие на улицах. Все это так называемый Двилисский колорит повседневной жизни. Жизнь старого города течет размеренно и спокойно. Люди, беседующие у подъездов, лавочники и ремесленники, предлагающие традиционные сувениры, маленькие кафе и рестораны, небольшие магазины, свежие фрукты, овощи, хлеб и традиционные продукты. Все это по дороге от Метехи до Цминда-Самиба. Как я отметил ранее, вокруг храма Святой Троицы расположены монашеские постройки. Можно встретить монахов, а это все располагает к спокойной религиозной атмосфере. Если вы ищете уединение и духовного размышления, вам сюда. Но за место под солнцем придется побороться с другими туристами. Собор огромен. А что это значит? Раздолье для фотографов. Можно экспериментировать с различными ракурсами, линиями, визуалом, фотографироваться на фоне неба, на фоне храма, при дневном освещении, при ночном освещении. А если вы устали от прогулки и съемки, просто сядьте на лестницу и наслаждайтесь видами города на закате, когда лучи солнца добавляют в панораме драматические ноты. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это будет лучшим комплиментом для канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что большая часть зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. А с подпиской вы первыми будете узнавать о выходе моих новых видеороликов. У меня также есть и второй канал. Канал называется Smaps Education и он про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, выбрать детский лагерь, школу, колледж, университет за границей, обязательно подписывайтесь на канал. И напоминаю, что на нашем сайте www.smaps.ru вы можете подобрать для себя любое учебное заведение за рубежом и получить бесплатную консультацию в онлайне от нашего специалиста. Ну и по традиции все полезные ссылочки будут в описании к данному ролику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok